О Страсбурге делегаты обсуждают доклад о гуманитарных последствиях войны на Донбассе. Что предусматривает документы, чего Украине ожидать от голосования, узнаете из нашего материала. Второй день зимней сессии принес приятные новости для украинской делегации. Во второй раз за всю историю ПАСЕ представитель Украины выбран докладчика мониторингового комитета. Меня, член мониторингового комитета, группа социалистов выдвинула кандидатам на доклад по Армении. Мы будем осуществлять процедуру мониторинга, выполнение Армении своих обязательств, обязательств при вступлении Совета Европы и развитие демократических институтов в этой стране. Доклад по Армении, скорее всего, будет представлен в течение года. Предположительно, я буду осуществлять визит в эту страну в рамках доклада совместно со своим коллегой из Италии, с докладчиком, апрель-май этого года. Еще один важный вопрос этого дня – доклад о гуманитарных последствиях войны в Украине. Его подготовил литовский депутат Эгидиус Варейкис. Какая гуманитарная ситуация сложилась на Донбассе, политик видел своими глазами. Это доклад о гуманитарных последствиях войны. Мы подчеркиваем, что это война, что война не закончилась, война продолжается. Доклад Варейкиса ранее обсуждали на заседании миграционного комитета, где представители украинской делегации внесли в документ несколько правок. Одна из них касательно выполнения минских соглашений. Поправка, которую мы внесли, касалась того, чтобы обязать или рекомендовать украинскую власть сделать так, чтобы эти упоминания о минских соглашениях были проголосованы и внесены в текст этого закона о декупации Донбасса. Вот сейчас, на заседании парламентской ассамблеи Святой Европы, мы будем добиваться того, чтобы эти поправки были проголосованы. Поправка была проголосована большинством членов комитета, и она уже будет большие шансы иметь на прохождение. Мы будем этого всячески добиваться сейчас в зале парламентской ассамблеи. Каким будет итоговый текст резолюции, узнаем после финального голосования. Из Трасбурга, Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности, телеканал Интер.